Ульяновский наркологический диспансер работает с 1978 года. С 2002-го реорганизован наркологическую больницу. Вот уже свыше 40 лет более 40 врачей спасают утопающих в наркотических и алкогольных веществах. Ежегодно на стационарное лечение в наркобольницу попадает около 4000 человек. Если проследить динамику, то за последние пять лет количество алкогольных психозов, злоупотребления алкоголем снизилось. Но есть и тревожные звоночки. На 6% за последний год число заболевших алкоголизмом выросло. Я хочу сказать, что категорически против того, чтобы разрешать продажу слабых алкогольных напитков, в том числе и пива, и крепкого пива, людям, в общем-то, не достигшим 21-го года, и разрешение продажи этих напитков в любые дни и круглосуточно. Профилактика лучше, чем лечение. В случае с алкогольной зависимостью актуально, как никогда. Медицина не стоит на месте. И если беда уже приключилась, на помощь приходят современные методы борьбы с недугом. В настоящее время, например, мы запустили телемедицинскую консультацию с институтом третьего уровня в городе Санкт-Петербург, институт имени Бехтерева. То есть консультация проходит в режиме «врач-врач». Мы получаем, так скажем, мнение авторитетных специалистов, которые помогают нам в дальнейшей тактике лечения пациента. На базе наркологической больницы организован трехдневный семинар-тренинг со специалистами Федерального центра профилактической медицины. Скрининг и мотивационное консультирование – методики антиалкогольной пропаганды. Программа предусматривает подробный анализ этих форм работы медиков. Цель данного тренинга – научить работать как первичным звенением, так и наркологом, основываясь на таком подходе, как он называется – мотивационное консультирование. То есть это подход, который позволяет модевировать самих пациентов на какие-то изменения. По словам специалиста, эффективность метода подтверждена рядом исследований. В Ульяновской области планируется отработать взаимодействие первичного звена, поликлиник и врачей-наркологов. Практика основана на опыте многих стран. Это пациентаориентированная методика, учитывающая разные факторы риска, например, диагноз ожирения. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Задача врачей – помочь пациенту принять верное решение самостоятельно. Вера Мещерякова, Леонид Скомарохов, репортер 73.